Если что, это не детская косметика, это косметика для взрослых. Если у вас в жизни не хватает возвращения, купите косметику Братс Туш. Походу он говеный. Почему нельзя просто сделать хорошую подводку, господи? Мне стоит вам что-то добавлять или вы сами все видите? Что называется, найди отличие. Проверка косметики, Братс. Всем привет, меня зовут Лиса и добро пожаловать на мой бьюти ютуб канал. Я не знаю, почему я сегодня решила так поздороваться, но, наверное, потому что мы с вами немного возвращаемся в прошлое и снова снимаем обзор на бьюти штуки, на косметику. Короче, я заказала себе косметику от Братс. Вот так вот выглядит коробочка, которую я купила. Не обращайте внимания на то, что она дранная. Меня просто заставили на почте России открывать, ибо вес коробки не соответствовал весу того, что указано у них в описании. Но у меня ничего не украли, я все проверила. Я купила всю эту косметику сама. Мне никто ничего не спонсировал. И раз уж пошла такая история, я решила сделать сегодня перевоплощение, основываясь на вот такой вот куколке. Да, я знаю, что это уже не совсем в тренде, что уже несколько лет назад многие блогеры, и в том числе сама я, снимали видосы на тему перевоплощения в Братс. Но раз уж вышла их косметика, то считаю своим сведомтологом повторить этот видос и, возможно, показать вам что-то новое. К сожалению, в наборе косметики, по крайней мере, на сайте, откуда я заказывала, не было тона, поэтому воспользуюсь своим тоном, накрашусь и вернусь к вам. Сама по себе палетка выглядит так. И внутри, надеюсь, там ничего не раздолбалось. Ничего не раздолбалось, выглядит так. Так, на самом деле я ждала, что здесь будут хотя бы какие-то матовые оттенки, но по факту здесь матовый только вот этот, вот этот, вот этот, вот этот и вот этот. Ну, короче, хозе, давайте протестируем немножечко, посмотрим вот этот оттенок Fashion, потому что он прям мне очень нравится, как выглядит в палетке. И на пальце, на удивление, он тоже выглядит так же хорошо. Если эта косметика будет еще и по качеству кайфовая, я буду в абсолютном восторге. И сводч выглядит классно. Глаза у куколки карие, линзы надеваю карие. Интересно сравнить с моим видео двухлетней давности, насколько сильно прокачались мои навыки макияжа. В этом видео мы все с вами и увидим, если косметика не заговнит, конечно, нашу задумку. Макияж куклы, которую я выбрала, выполнен в розово-коричневых тонах. В этот раз я решила сделать именно девочку с темными волосами и темными глазами. Она сейчас загорела, и раз уж я загорела, то и образ хочется попробовать, какой-то такой, знаете, более типа летний. Пользуясь случаем, хочу сказать, что тени, которые я сейчас использую, а это розовый оттенок, который называется Jade. Кстати, если я ничего не путаю, эту куклу как раз тоже зовут Jade. Они очень прям хорошие. Сначала мне показалось, что полная хрень. В целом приятно. Делаем темную растяжку. Буду использовать вот этот оттенок, он как раз вроде матовый. И прям наверх. Пока еще слишком рано судить, но я ожидала на данном даже этапе гораздо-гораздо худшего. Возьмем теперь прям более коричневый. Попробуем сюда. Я купила вот такой вот набор цветных карандаш ли. По идее, они наносятся на слизистую, и по идее, они должны быть клевыми. Там 4 оттенка. Кстати, для тех, для кого это играет роль, косметика не тестируется на животных. Вот только что я увидела символ зайчика. Он здесь присутствует. Так что все с этой косметикой ок. Достаем. Я, короче, сейчас делала подсъем в ТикТок, и хотела показать вам тоже, но забыла, короче, подснять. Смотрите, какой яркий цвет этого карандаша. Остальные давайте глянем. Так или так. Чуть-чуть форму подкорректируем, пользуясь случаем, что глаза шире были. И вот сюда вот зайдем. Не знаю, как вам, он по мне выглядит достаточно круто. В линзах было незаметно, но смотрите, какой плохой хайлайтер был в палетке. Я когда красилась, не поняла, но давайте посмотрим, как это было пару минут назад. Если посмотреть на куклу, то у нее вот здесь вот все высветлено. Так что придется все-таки прибегать к помощи хайлайтера. В этот же момент обнаружился первый минус палетки. Из минусов мне не хватит какого-то промежуточного оттенка, чтобы все хорошо перемешивать, потому что иначе может быть грязно, но ничего. Так как тут будут активные стрелки, еще много цветов, и все это потом намешает так, что супергрязи не будет. Казалось бы, вот этот должен быть достаточно светлый, но нет. В любом случае, вариантов у нас по цветам тут не так уж и много. Выбеляем вот эту вот зону. Собственно, весь хайлайтер Акаси Яшечка осыпался. И это уже второй минус палетки. Возьмем самое интересное, подводку. Ух ты! Смотрите, какая она клевая, как она прикольно выглядит. Она прям такая розовая, хроматическая. Так. Ну, к сожалению, здесь маркеры, походу, он говеный, потому что он даже не черный, он какой-то коричневый, хотя я точно заказывала черный. Подождите, может быть, они мне, Паша, коричневый прислали? Почему он коричневый? Блин, я точно помню, там вроде был коричневый и черный, надо на сайт зайти, проверить, не помню. Но это в любом случае, даже если коричневый, для коричневого он не достаточно коричневый, потому что он как будто прозрачный черный, а для черного он явно дерьмо, просто. В общем, я зашла в историю заказов, проверить это, я обосралась или не я обосралась, потому что подводка явно цвета, что кто-то обосрался. И нет, на сайте она черная, и на референсе тоже, а у меня сами видите. Разочарование. Вот для сравнения, абсолютно рандомная корейская черная подводка, зацените черный и черный. Вот это вот брат с черной, а это черная корейская подводка. Отстойно. Ладно, попробую нарисовать ей стрелку. Ничем не могу помочь, давай сдадимся и умрем. Короче, подводка отстойная, она уже почти высохла. Это просто жесть. Это реально полный провал. Стрелки здесь, в принципе, играли кручевую роль, чтобы сделать макияж ровным, чистым, и чтобы вот эти вот прогалины закрасить, то это, конечно, очень большое фиаско. До этого момента мне казалось, что я могу рисовать стрелки абсолютно любой хренью, потому что чем я их только уже не рисовала, после того, как я научилась их рисовать. Но нет, подводка братца, это не приспособлено для рисования стрелок вообще ни в каком виде. Оно красится прогалами, оно непонятного цвета, оно выглядит так, как будто оно просто очень древнее и выглядит странно. Короче, я не в восторге. Максимально фу-фу-фу-фу-фу. Потом было принято решение нарисовать ресницы, чтобы как-то исправить ситуацию. Видите, о чем я говорю? Оно как будто пушится на концах, так не должно быть. А еще я пыталась сделать вот здесь вот круглую линию и тонкий кончик, но у меня не получилось. И не, потому что я не умею это делать. Я это прекрасно умею делать. Минутка с самого схваления. А еще у нее здесь розинка, поэтому розинку мы нарисуем. Ладно, розинка, получилось. Настроение вспомнить то, как раньше мы переезжали плохую косметику машиной. ТЕСТИРУЕМ ТУШЬ ТЕСТИРУЕМ ТУШЬ По дизайну она, конечно, прям очень клевая. Я надеюсь, что она будет менее отстойная, чем эта подводка дурацкая. Нам остается только надеяться. Щеточка выглядит так, если это кому-то о чем-то говорит. Ну, ничего не могу сказать про тушь, ребят, честно. Не могу сказать ничего хорошего и ничего плохого не могу сказать. Единственное, что... Но я реально от косметики Братц ожидала от туши какого-то грандиозного феерического эффекта. По факту же, она просто, ну, прокрасила глаза черным. При таком, конечно, хайповом дизайне и при такой большой огромной щетке ты ожидаешь увидеть огромные, огромные ресницы, но по факту это просто немножко накрашенные ресницы. Я уверена, с нижними она вообще не справится. Абсолютно нереально красить нижние ресницы этой тушью. Ее можно спокойно выкручить, она, кроме как дизайна, вся ничего не представляет. Абсолютно правильно подумала, не просто так, я же гадалок проверяю. Вот наванговала. Ну, что касается нижних ресниц, в принципе, этой штукой очень неудобно красить. Если в вашей жизни не хватает за решение, купите косметику Братц тушь. Давайте для сравнения, вот, Vivienne Sabo, это даже не Кабаре, нет, меня за это тоже никто не платил. Просто сейчас сами все увидите. Абсолютно рандомная моя тушь, которая мне нравится. Вот и сравните. Здесь видно, что тушь это тушь, а здесь просто маленькие ресницы. Да, для любителей естественного макияжа вот эта тушь будет более предпочтительна, но Братц это вообще не про естественность. На самом деле целостный образ выглядит не так уж и плохо, но мне кажется, просто он неплохо выглядит, потому что макияж прикольный получается. Пробуем. Карандаш для губ. Смотрите, у него очень прикольный кстати дизайн, я не знаю, как у остальных из этой коллекции, но у меня здесь буквально вот такие вот кошечки, возможно кошечки это символ Джейд, куколки Братц, я не знаю, я не разбираюсь, я вообще не помню ничего. Да, они действительно выглядят по-разному. Я думаю, что нужно сделать макияж губ прям как у нее, то есть сделать жирную обводку, выйти за границы, ну короче, делаем типичные соска губы, возможно понадобится клей, но я не знаю, постараюсь без лайфхака с клеем, конечно, обойтись. Меня зовут Богдан, я мамкин хулиган, у меня есть самокат, и на... Посмотрю, насколько оно позволит вообще выйти за губой и будет пигментированным. Знаете, на что это похоже? Вот у Maybelline были или есть, возможно, такие же помады, абсолютно в таких же стиках, вот абсолютно один в один. Пойдемте посмотрим вместе. Уж простите, что все так, кстати, в косметике стало меньше, потому что я реально все раздала подругам в конечном итоге. Сейчас поищем, Maybelline должен был остаться, хотя бы одна помадка должна была быть. Я же не могла вообще все отдать. О, вышла. Вот и помадка. Походу, даже, кстати, цвет похожий. Сейчас сравним. Так, ну, на первый взгляд, оттенки, конечно, отличаются. Вот на второй, если посмотреть на размеры этих форм, они абсолютно одинаковые, просто цвета разные. Понятное дело, что у Maybelline, кстати, по-моему, был похожий оттенок. К сожалению, не продемонстрирую, пробы не будет, потому что, сами видели, я все раздала. Мне стоит вам что-то добавлять, или вы сами все видите? Что называется, найди отличие. Я не знаю, что сказать, хотя бы я помолчу. Ничего не могу сказать, потому что для меня эта помада просто абсолютно то же самое, что и Maybelline. Maybelline, я эту помаду люблю, у меня к ней претензий никаких нету, поэтому ничего не скажу. Единственное, что мне странно, что они выбрали такую текстуру, она не суперстойкая. И если мы используем эту помаду по назначению, то есть так, как у Google Brats, то в этой помаде никакого смысла нет. Вы пару раз так сделаете, и все. Давайте проверим последний продукт, который есть. Здесь, кстати, уже какая-то такая собачка. Я не удивлюсь, если по форме вот этот продукт будет уже, не знаю, какой-нибудь Jeffrey Star, потому что что-то мне вот сейчас уже кажется, что там по форме будет Jeffrey. Сравним. Ладно, зря бы канул тут общего немного. Выглядит она реально клево. Пахнет она прям мятой, и походу это будет не жидкая помада, а реально блеск. Ой-ой-ой. Она липкая, пипец. А зачем такую липкую помаду вообще делать? К сожалению, с цветами я не попала. Должна была быть наоборот, вот эта розовая, а та не розовая, поэтому он просто такой. Немножко костой получится, но ладно. В самом начале я сказала, что вы можете сравнить мои скиллы в навыке, как и я же, но потом вспомнила, там-то я никакой косметику не проверяла, я просто макияж делала, как брат. Поэтому, наверное, это сравнение будет не самое честное. Но, если хотите посмотреть на меня, как я делала раньше, можете посмотреть, потому что он другой человек вообще. Так, осталась еще одна очень важная деталь, сейчас я вам ее и покажу. Это все еще я. Насколько мой образ узнаваемый в таком потрясающем цивильном виде? Мне кажется, практически неузнаваемый, но также считаю, что превоплощение прошло успешно. Но мне больше мой привычный образ нравится, когда я всрата выгляжу. Я даже не знаю, что есть сказать, я просто залипла на себя, потому что я себя просто не узнаю. Кто эта женщина, я не понимаю, ее просто нужно отправить куда-нибудь в цивил аккаунт, встроить тикток, потому что, ну, она такая, да, другая совершенно. Все зацвело, вот вся та зона, которая была подвергнута этому красному, блин, макияжу, это просто катастрофа. Не делайте, не делайте, я прошу, не делайте этот макияж сраный. Как неприятно растушевывать помаду по лицу. Иногда смотришь какое-нибудь видео, и думаешь, блин, как это просто сделать, потом пытаешь что-то там повторить, и оказывается, что-то вообще не так просто, как казалось бы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok